Всем доброго времени суток в эфире Инсталайв с Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского Федерального Университета. Сегодня о поступлении, особенностях образовательных программ и учебном процессе вам, дорогие абитуриенты, расскажут. Заместитель директора по образовательной деятельности, кандидат философских наук Екатерина Валерьевна Снарская и декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации, кандидат социологических наук Леонид Григорьевич Толчинский. Абитуриенты, их родители, вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Ну а прежде чем перейдем к блоку вопросов, я предлагаю, наверное, вам, Екатерина Валерьевна, немножко кратко рассказать об Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций. Да, конечно. Добрый день, дорогие абитуриенты. Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня замечательный летний жаркий день. Мы с вами наконец-то встретились спустя очень долгое, на самом деле, время для того, чтобы рассказать об Институте, о специфике приема, который ждет абитуриентов в этом учебном году, о специфике образовательных программ. Безусловно, если говорить об Институте в целом, наверное, нужно сказать о том, что Институт это достаточно молодой. В этом году ему исполняется 7 лет, но, тем не менее, несмотря на такой небольшой период существования нашего Института, мы собрали огромное количество традиций по подготовке социологов, журналистов, рекламы, связи с общественностью, политологии. То есть все эти направления подготовки имеют очень длинную историю, они оказываются очень популярными среди наших абитуриентов, они оказываются очень перспективными, очень востребованными на рынке профессий в современном обществе. Что касается контингента студентов и преподавателей, которые существуют вместе в нашем Институте, конечно, здесь, наверное, нужно сказать о том, что Институт этот на сегодняшний день готовит студентов по 10 направлениям подготовки и направления полного цикла. От бакалавриата до магистратуры и аспирантуры. Среди направлений подготовки, которые сегодня реализуются, у нас происходит очень тесное, сплоченное сочетание от классических академических направлений, таких как философия, религиоведение, теология, до максимально прикладных, до максимально динамично развивающихся, таких как телевидение, медиакоммуникация, реклама и связи с общественностью, конфликтология и так далее. Соответственно, преподаватели, которые обучают студентов в нашем Институте, это точно также очень разный состав, начиная от академиков, профессоров, заканчивая преподавателями-практиками, которые непосредственно работают в сфере той или иной профессиональной деятельности. Что касается студентов, наш институт с каждым годом демонстрирует все увеличивающуюся популярность, поскольку более 80% наших студентов это ребята, которые приезжают к нам из-за пределов Республики Татарстан. Порядка, наверное, 70 регионов Российской Федерации, огромное количество иностранных студентов, которые точно так же приезжают к нам и из стран ближнего, и из стран дальнего зарубежья. Соответственно, весь этот очень пестрый состав ребят, которые вместе учатся, вместе получают огромное количество знаний и навыков, конечно же, делятся и опытом, и культурных, и традиционных ценностей своих. И на самом деле это очень интересно получается, работать именно с таким контингентом студентов. Наверное, вкратце я закончу, да, теперь, наверное, мы ответим на вопросы, которые у вас возникают. Да, вопросы уже начали появляться, и первый вопрос это, насколько большой конкурс на факультет конфликтологии, ну, исправленное направление конфликтологии, вот, насколько большой конкурс туда? Если мы говорим, я так понимаю, наверное, о направлении конфликтологии уровня бакалавриат. Да, конечно, да. В среднем 25 человек, у нас порядка 200-250 заявлений поступает только на данное конкретное направление. То есть минимальный конкурс, я сейчас, обратите внимание, говорю о контракте, это 1 к 5, да. Если мы говорим о бюджетных местах, которые в этом году, собственно, предусмотрены, то стандартный конкурс средний для поступления на бюджетные места у нас примерно 12-15 человек на место. Здравствуйте. Возможно поступить в 29 лет как второе образование иностранец? Такой у нас есть вопрос. Да, пожалуйста, век живи, век учись. Собственно, ваше право, безусловно, действует, да, вы можете поступить, причем поступить как на уровень бакалавриата, так и на уровень магистратуры, в зависимости от ваших потребностей, возможностей и желаний. Другое дело, что если вы иностранец, да, соответственно, вы можете претендовать только на получение платного образования, то есть образование с оплатой стоимости обучения, второе высшее образование. У нас буквально в этом году бакалавриат заканчивал человек, которому уже под 60 лет, так что по возрасту... Да, конечно, здесь ограничено. Образование у всего возраста покорное. Ну и, наверное, Леонид Григорьевич, сейчас пообщаемся немножко с вами. Тут очень активно спрашивают про медиакоммуникации, целый ряд вопросов про них. И первый – это на платное обучение будут брать больше, чем написано на сайте, и в скобочку точнее всего 25 мест на медиакоммуникациях, если вдруг сформируется больше заявлений. Ну, такое может быть, такое может случиться, да, но все равно мы же смотрим на баллы, на средний показатель балла, и допустить, чтобы совсем слабые люди с низкими баллами сверх установленного норматива квоты, да, были приняты, мы это не приветствуем. Если будет определенное количество людей, чьи баллы вписываются, да... В минимальный порог, да. В минимальный порог, достойный еще порог, да, потому что все-таки хочется всегда иметь качественных студентов, да, то такой вопрос может быть рассмотрен. Ну, и туда же, собственно, в дополнение медиакоммуникации, какой конкурс и предоставляется ли контрактникам общежитие? Ну, вот об этом, собственно, сейчас Екатерина Валерьевна сказала, о среднем конкурсном показателе на контракт и на бюджетные места. Как он сформируется в этом году, еще трудно сказать, потому что подача документов только началась. Там есть шесть в этом году впервые для медиакоммуникации, тоже у них впервые в их истории появление бюджетных мест, поэтому трудно еще говорить о том, как это сложится, но средняя цифра та же самая. Будем смотреть. Ну, позвольте, я немножко, наверное, добавлю, да, на самом деле, обратите внимание, чем меньше бюджетных мест выделено на конкретное направление подготовки, тем стандартно выше конкурсов. Ну, да. Да, то есть обратите внимание, и, соответственно, минимальные проходные баллы на бюджет, они точно так же, чем меньше мест, тем выше проходные баллы. Тоже обратите, пожалуйста, на это внимание. А есть у нас еще такой вопрос, как будет проходить творческий экзамен на журфак? Вся информация по творческому экзамену, ну, журфак – это ведь телевидение и журналистика. Там предусмотрены по этим направлениям подготовки творческие экзамены. Вся информация по ним находится на портале КФУ. Ее можно найти, подробно с ней познакомиться. Кроме того, с 12 по 15 июля будут организованы подготовительные краткосрочные курсы, где все детали, все подробности, все какие-то нюансы дополнительных испытаний, творческих испытаний можно узнать и, соответственно, подготовиться. В принципе, вопрос, который будет подразумевать примерно тот же ответ – как будет проходить собеседование на режиссуру телевидения? Вот, скорее всего, ответ будет примерно такой же. Ну, там нет отдельного на режиссуру телевидения или, скажем, на тележурналистику. Есть по направлению телевидения единый творческий дополнительный экзамен. И в этом смысле там не будет никаких особенностей от того, что будет у человека, который хочет, скажем, на тележурналистику или на телевидение с углубленным изучением английского и китайского языка. Опять же, все детали можно узнать на портале либо на подготовительных курсах. Очень интересный вопрос, который, на самом деле, в пятницу взрывал еще информационное поле. Два дня назад Миноборнауки предоставила право вузам давать общежитие только вакцинированным. Как это отразится на абитуриентах в этом году? На самом деле, эта ситуация, которая принимается в каждом конкретном регионе, отдельно в соответствии с эпидемиологической ситуацией. На данный момент в Казани и в Казанском федеральном университете это предложение и эта рекомендация пока не реализована. Но, соответственно, в случае, если будет принято такое решение, безусловно, мы всех наших студентов и абитуриентов будем об этом предупреждать заблаговременно. Ну, и, кстати, там был вопрос, я на него не ответил. Контрактникам предоставляются ли места в общежитиях? То есть первокурсникам вообще приоритетно предоставляются места в общежитиях в Казанском федеральном университете, независимо от того, контрактники, они любят женьки, это студенты КФУ, и они получают все соответствующие права. Есть у нас еще вопрос, который касается направления рекламы и связи с общественностью. Есть ли различные саммиты на рекламе и связи с общественностью, и почему именно немецкий язык попал в учебный план на рекламе в этом году? Вот такие вот у нас есть два вопроса. Ну, что касается языков образовательного, которые включены в образовательный процесс по рекламе и связи с общественностью, немецкий язык, как второй иностранный язык, присутствует на протяжении всего периода обучения. То есть ребята изучают помимо английского языка базового, английского языка профессиональной сферы, еще и немецкий язык, но, опять же, повторюсь, как второй иностранный язык. Ну, выбор, наверное, все-таки достаточно очевиден, потому что выбрано два иностранных языка, которые являются языками международного общения. Китайский язык, наверное, было бы сложнее изучать все-таки. Поэтому английский и немецкий просто для того, чтобы наши выпускники имели возможность в первую очередь западноевропейскую традицию, в том числе, найти работу в международных компаниях, и у них не было бы самого пресловутого языкового барьера. А теперь, что касается саммитов. Реклама связи с общественностью – это направление, которое регулярно организуют для студентов, для преподавателей, с приглашением спикеров со всей России. И зачастую, ну, понятно, опять у нас, да, ситуация эпидемиологическая не очень простая, но, тем не менее, в том числе и международного уровня спикеров для развития, для прокачки навыков, которые связаны вот с самыми новейшими, самыми актуальными трендами в области связи с общественностью, в области СММ и так далее. То есть, безусловно, эта ситуация у нас достаточно стандартная, и, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы включать уже со студенческой скамьи студентов вот в такие открытые пространства. Им легче потом, после окончания университета, адаптироваться к той сфере профессиональной деятельности, которая их, собственно, готовит. Да. Есть у нас еще вопросы. Здравствуйте. При подаче заявлений существует два разных списка – бюджетные и договорные, или один общий, который формируется автоматически? Нет, автоматически в данной ситуации не формируется ничего. То есть, если вы определились с конкретным направлением подготовки, ну, условно, вы хотите, например, учиться на философии, это значит, что вы подаете отдельное заявление о приеме на бюджетную очную форму обучения, и второе заявление, которое вы подаете на контрактную очную форму обучения. Обратите здесь внимание, в этом году у абитуриентов есть право в рамках одного вуза, если мы говорим об университете, подавать заявление на пять направлений подготовки. То есть, в случае, если вы подаете в рамках одного направления, например, на очную бюджетную, очную контрактную, заочную бюджетную, заочную контрактную, Но на одно направление подготовки в этом случае это будет считаться за одно направление. То есть вы можете реализовать свое право подать заявление еще на четыре направления подготовки. Ну, на это надо обратить внимание. Надо обязательно подать заявление и тогда на бюджет, и на контракт. Потому что бюджетных мест все-таки ограниченное число. А если ты не подал параллельно, не заявился на контракт на форму обучения, то ты вообще не попадаешь дальше в число. Конкурсные списки, они разные. Если вы не подали заявление на контракт, соответственно, заключить договор, в случае, если вы не прошли на бюджет, уже будет, к сожалению, невозможно. Леонид Григорьевич, снова вопросы вам. Как будет проходить вступительное испытание в магистратуру на направление «Новые медиа»? На сайте не совсем понятно, будет тест или вступительный по билетам. Может быть, наверное, даже ко мне. Во-первых, я хочу, чтобы наши абитуриенты обратили внимание на саму форму проведения вступительных испытаний. Это касается и творческих экзаменов на журналистику, и телевидение, и бакалавриат, и, соответственно, все вступительные экзамены в магистратуру. В этом году у абитуриентов есть возможность выбора, в каком формате они будут сдавать вступительные. Вне зависимости от гражданства и местонахождения абитуриенты могут сдавать дистанционно вступительные испытания. У бакалавров в этом случае будет в личном кабинете вкладка «Дистанционное вступительное испытание». Они будут сдавать с системой прокторинга в программе «Экзамус». Для магистрантов организованы команды в программе «Майкрософт Тимс», то есть вы сможете подключаться в режиме онлайн и, соответственно, сдавать вступительные. Теперь, что касается самого содержания вступительного испытания, конкретно на журналистику, на новые медиа. Во-первых, тоже у меня огромная просьба ознакомиться с программой вступительного испытания. Все программы размещены на официальном сайте kapfu.ru в разделе «Абитуриенту». Просьба ознакомиться, примеры вступительных вопросов, перечень литературы, тематика, все расписано. Что касается содержания, частично, оно фактически состоит из двух частей. Часть – это будет тестирование на проверку теоретических ваших знаний в области журналистики, и будет при этом творческое задание, которое вы должны будете выполнить. Опять же, повторюсь, вне зависимости от того, дистанционно или очно, вы будете сдавать это вступительное испытание. Программа будет едина. Если я подаю заявление онлайн через личный кабинет, когда мне нужно будет лично предоставить оригинал документов? Тоже специфика приемной кампании этого года, ну, наверное, как и предыдущего. Значит, обратите внимание, вне зависимости от того, привозите вы до начала учебного года, то есть до начала обучения ваши оригиналы аттестатов, или не привозите, в любом случае при зачислении в этом году мы ориентируемся не на оригиналы аттестатов, а на наличие заявлений о согласии на зачислении, которые вы подаете в вашем личном кабинете путем распечатки, подписывания и прикрепления отсканированных копий. То есть, обратите внимание, конкурсные списки для зачисления будут формироваться, исходя из наличия заявлений о согласии на зачисление. Наличие оригинала аттестата о вашем образовании учитываться при зачислении в этом году не будет. Есть мой любимый вопрос из чата. Какие документы нужны для поступления? Обожаю. И мой любимый вопрос. Хорошего вопроса. И о погоде. И о погоде, да. Значит, смотрите. Первое, что вы должны сделать для того, чтобы участвовать в конкурсе для поступления в Казанский федеральный университет, это зарегистрироваться в социально-образовательной сети и буду студентом на официальном сайте kpfu.ru. Это номер раз. Среди, по ходу заполнения вашей анкеты вы увидите, что от вас будет требоваться определенный комплект документов, которые вы должны будете отсканировать и прикрепить в личном кабинете. Первое, это паспорт, первая страничка и прописка. Второе, ваш аттестат и приложение к аттестату, который вы сканируете со всех имеющихся сторон. Третий документ, это фотография в формате JPEG, такая же, как делают на документы. Здесь огромная просьба не прикреплять фотографии с выпускных, из личного архива, поскольку довольно часто такие ситуации бывают. Далее, что вы прикрепляете еще? Заявление о приеме, которое вы распечатываете, опять же, в личном кабинете при подаче заявления, и заявление о согласии на зачисление. Это то, что касается приема граждан Российской Федерации. Если мы говорим о приеме иностранных граждан, то помимо перечня, о котором я сейчас сказала, требуется еще и нотариально заверенная копия вашего документа об образовании и нотариально заверенная копия паспорта. Ну и еще один вопрос из категории любимых. Это что будет с иностранными гражданами, конкретно из Туркменистана? Тут спрашивают. Обучение будет дистанционно? Возможность предоставления гибридной формы обучения, то есть с применением дистанционных образовательных технологий, у нас, безусловно, есть. Мы второй год уже живем в ситуации вот такого, ну, не очень стабильной ситуации. Поэтому, да, если студент не сможет приехать своевременно в университет по объективным обстоятельствам, конечно, мы организуем в данном случае именно удаленный режим обучения, но обратите внимание, это не режим онлайн, когда студент не взаимодействует с преподавателем. Это режим синхронного взаимодействия с преподавателем, то есть вы будете заниматься в режиме уже составленного расписания вместе со всей академической группы. Просто вас будут подключать в Microsoft Teams преподаватель непосредственно на лекциях, на практических занятиях, и вы будете просто, ну, скажем так, через экран монитора наблюдать весь процесс в режиме онлайн. Да. Ну и давайте еще раз вернемся к общежитиям. Все-таки так вскользь этого о них упомянули. Более подробно расскажем, где будут жить студенты первого курса, куда они потом могут попасть, в какие общаги. Это все более подробно. Да, что касается студентов и их возможности заселения в общежитии. Ну, во-первых, обратите, пожалуйста, внимание, при заполнении вашей анкетки в социально-образовательной сети «Буду студентом» есть в разделе дополнительная информация галочка «Нуждаетесь вы в общежитии или не нуждаетесь?» Обратите внимание на то, что галочку в случае необходимости нужно обязательно поставить. Все студенты первого курса очной формы обучения вне зависимости от категории обучения, то есть и бюджет, и контракт, 100% заселяются у нас в деревне универсиады и первый год обучения проживают именно там. Что происходит далее? Далее у нас проходит ежегодная аттестация студентов в общежитиях, на основании результатов которой мы либо предоставляем общежитие на следующий учебный год, либо, соответственно, к сожалению, лишаем этого места. Какие могут быть основания для лишения места в общежитии? Это нарушение правил внутреннего распорядка университета, это выговоры официальные, которые могут быть у студентов, это академическая финансовая задолженность, ну и, собственно, само отчисление студента. Далее все остальные ребята мы, безусловно, стараемся заселить в общежитии. Другое дело, что со второго курса проживают в деревне универсиады у нас не все наши студенты, а определенная их часть. Как правило, это наиболее активные, наиболее включенные в образовательный процесс студенты. Остальные ребята у нас перераспределяются по другим общежитиям, это же общежития студенческого городка. Но вдруг в любом случае мы стараемся вот по итогам аттестации сохранить места за максимальным количеством студентов. Ну и сюда же про общежитие, раз уж начали, не могу найти информацию о нужных документах и справках для заселения в общежитие. Какие нужны документы и справки для общежития? Хороший вопрос. Какие у нас нужны? Вообще, есть на официальном сайте... На сайте есть. Вкладочка, опять же, в абитуриенту и школьнику, это раздел приемной комиссии. В разделе бакалавриат там есть отдельное прям меню общежития. Пожалуйста, зайдите туда. Подробная информация по графику заселения институтов, она будет опубликована, во-первых, в конце августа. Огромная просьба заранее никаких анализов не сдавать, потому что все они, как правило, действительно в течение 10 дней максимум. Да, вам придется просто повторно это все делать. Если ничего не поменялось в этом году, честно говоря, не смотрела пока актуальную информацию, немножко рановато еще этот вопрос задаете, но требуется анализ на ВИЧ, сифилис, что еще? Медосмотры вы не проходите. Медосмотры вы проходите централизованно в университете после зачисления, обратите на это внимание. Ну, соответственно, копии вашего паспорта, на основании которых вы будете уже заключать договор в общежитии. Ну, вообще, для начала надо поступить в университет, потом действительно, вот внимательно следить график заселения и внимательно следить за, все-таки, я тоже абсолютно согласен, за информацией на портале университета, потому что вы даже с этого начинали, был вопрос, нужны ли будут дополнительные справки, связанные с эпид-ситуацией, все возможно, да, поэтому надо очень внимательно просто следить за теми условиями по документам, которые будут сформированы к сентябрю месяцу. Не успели закончить свой ответ, а уже присылают вопрос, нужна ли справка форума 086? 086, обратите, пожалуйста, внимание, она не нужна. Данное медицинское заключение требуется только для определенного ряда направлений подготовки, к которым, к счастью, наш институт не относится. Медосмотры все студенты первого курса проходят в сентябре по графику в нашей студенческой поликлинике. Это все проходит совершенно бесплатно и все централизовано, опять же, по графику. Никаких медосмотров заблаговременно проходить не нужно. Есть у нас еще такой вопрос, который касается целевых мест, процитирую его. Варианты с целевым набором есть? Какая стоимость? Вот такой вопрос. Вообще, что такое целевые места? Целевые места – это места, которые мы реализуем в рамках выделенного федерального бюджета. Обратите на это внимание. Опять же, на сайте kfu.ru в разделе абитуриентов вы найдете план приема. В плане приема напротив каждого направления подготовки вы увидите отдельный столбец, который называется целевые места. Это фактически для абитуриента это целевое, это бюджетное место, но которое предполагает наличие договора с организацией работодателем. Обратите внимание, это не контракт, это бюджет, если мы говорим именно о целевых местах. То есть для того, чтобы претендовать на участие в конкурсе на целевые места, вам необходимо обратиться к сайту приемной компании, где по пунктам на данный момент расписана процедура, что нужно делать абитуриенту для того, чтобы заключить договор на целевое место. Первое, что вы сейчас делаете, это ожидаете результатов ЕГЭ, которые еще не все пришли далеко. После того, как вы эти баллы дождетесь, вам нужно будет обратиться в 115 кабинет главного здания к Терентьевой Ирине Васильевне. Ее контакты указаны на сайте, и она вам подскажет, как выбирать организации, которые могли бы выступать в качестве как раз целевиков тех самых. Другое дело, что существуют еще и контрактные места, которые оплачиваются определенными организациями. Тоже на это обратите внимание. Контрактное обучение может быть оплачено как физическим лицом, то есть условно абитуриентам и их родителям, так и организацией работодателем. То есть в случае, если в вас заинтересована какая-либо профильная организация, которая очень хочет получить такого специалиста в вашем лице через 4 года, вы точно так же сможете заключить трехсторонний договор, это будет между вами организацией и университетом. Организация будет оплачивать ваше обучение, а вы в свою очередь обязуетесь отработать энное количество лет после получения диплома о высшем образовании. То есть такой вариант тоже есть. Есть у нас еще блок вопросов, который касается вступительных испытаний по журналистике, и очень волнует абитуриентов, что именно включает в себя вступительные испытания по направлению журналистика. Из чего они будут состоять? Сейчас могу только повторить. Это вся информация подробно, детально. Вопросы начинают повторяться. Она представлена на сайте КФУ, надо ее только найти, с ней познакомиться. Можно дополнительно прийти с 12 до 15, на подготовительные курсы, уточнить. Одно вообще, она включает набор вопросов тестового характера по направлению будущего, так или иначе, близко с этим. То есть это не про химию, не про физику. И там есть творческая часть, где надо написать определенное задание, выполнить определенное задание письменно. Интересует такой вопрос. Служил в ПП, по итогу добросовестной службы получил рекомендации о поступлении в федеральные вузы страны, в скобочках запись в военном билете. Значит ли это, что по рекомендации я могу поступить вне конкурса? Простите, где служил? В ПП? Я не знаю, как это расшифровывается. Войска какие-то, наверное. Ну, раз в военном билете, это что-то военное. Обратите внимание, пожалуйста, опять же, на сайте, в разделе обетвлета, есть такой замечательный файл, который называется «Правила приема в Казанский федеральный университет», где есть отдельный блок касательно льготной категории лиц. На данный момент, по крайней мере, я могу сказать о наших направлениях, конечно, надо посмотреть документы, да, я не очень поняла, что значит ПП, но, тем не менее, с уверенностью 90, наверное, 9%, могу сказать, что в наше направление подготовки вот эта льгота не относится. Обратите внимание все-таки на правила приема и посмотрите, какие категории граждан с какими подтверждающими документами имеют право претендовать на льготное обучение. Льготное обучение, опять же, так же, как и целевое, это в рамках выделенных бюджетных мест определенный свой конкурс. Кажется, я нашел расшифровку ПП, это президентский полк. Ну, как это прелесть. Ну, то есть в армии, да? Да. Так, есть у нас еще вопрос, который касается так или иначе общежитий. Предоставляется ли иногородним абитуриентам общежитие на время экзаменов, если они хотят сдавать их оффлайн, иметь в виду вступительные? Нет, в этом году, к сожалению, нет. Опять же, это связано все-таки с нормами безопасности, которые мы должны выдерживать. Да, соответственно, обратите, пожалуйста, внимание, если вы иногородний, и если у вас нет возможности проживать здесь вот без участия общежитий, лучше, наверное, сделать выбор в пользу дистанционной сдачи вступительных экзаменов. Смотрите, никоим образом ребята у нас не... Не важно совершенно, приедете ли вы в университет или будете сдавать дистанционно. Качество вопросов, сложность вопросов, которые будут и в приочном, и при дистанционном проведении вступительных испытаний, совершенно одинаковые. И, возможно, да, если у вас нет какого-то безболезненного возможности приехать в Казань, лучше сделать это дистанционно при наличии веб-камеров, наушников, компьютера с подключением в интернет и, собственно, паспортом, с помощью которого вы будете идентифицированы. Наверное, лучше так. Подскажите, как проходит заочное обучение? Вызов на сессию два раза в год и предоставляется ли общежитие на время сдачи сессии? Так, да, заочное обучение это вызов на сессию как раз два раза в год. Как правило, ну, в зависимости от курса и учебного плана, это январь и июнь. Как правило, вызываем на сессию в течение где-то 3-4 недели проходит период сессии. Что касается общежитий. Общежития предоставляются для заочной формы обучения только в случае наличия вакантных мест. По опыту могу сказать, что буквально единичные случаи, когда мы можем заселить студентов-заочников на сессию. То есть при зачислении на заочную форму обучения огромная просьба не рассчитывать на стопроцентное заселение в общежитии. Далеко не всегда эти вакантные места бывают. Ну и есть еще один из моих любимых вопросов. Сколько стоит в этом году обучение? Мы сейчас говорим, наверное, ну, преимущественно, да, про очную форму обучения, бакалавриат. Да, для граждан Российской Федерации. Отлично. Значит, в нашем институте все 10 направлений подготовки разделяются на две группы, стоимостные группы. Первая группа, к которой мы относим философия, религиоведение, теология, политология и социология, пять направлений подготовки. Стоимость обучения составляет порядка 135 тысяч в год. И вторая конкурсная группа, куда относятся все направления высшей школы журналистики, то есть это журналистика, телевидение, реклама, связи с общественностью, медиакоммуникации и конфликтология, их обучение стоит порядка 146, если не ошибаюсь. 147. 147, да. 147 тысяч в год. Что касается индексации стоимости обучения, как правило, этот вопрос тоже, наверное, возникает. Если и повышается стоимость обучения из года в год, то происходит это не больше, не выше, чем на уровне инфляции. Как правило, вот в этом году у нас идет повышение только на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Снова продолжают задавать вопросы про вступительные испытания. Правда, на этот раз реклама и связи с общественностью. Есть ли вступительные испытания туда? Дополнительных нет. На рекламу и связи с общественностью ребята поступают исключительно по результатам ЕГЭ? И медиакоммуникации тоже к медиакоммуникациям относятся. Творческие испытания только по двум творческим направлениям. Дополнительные испытания телевидения и журналистика. Вот как раз заговорили про журналистику. Был у меня такой вопрос. Можно ли поступать на журналистику на основе образования после колледжа? Есть заочное обучение и бюджетные места? Да, да и да, и да. Во-первых, что касается наличия среднепрофессионального образования сейчас при поступлении. Очень многие ребята имеют профессиональное образование. И здесь у вас есть даже выбор. Вы можете как сдавать ЕГЭ, так и сдавать внутренние вступительные испытания, в том числе по общеобразовательным предметам. В данном случае речь идет о литературе и русском языке. Пожалуйста, эта возможность у вас есть. То есть заочное обучение также, пожалуйста, оно есть. И поскольку вы еще не получили высшего образования, вы имеете право поступать на бюджетную форму обучения на основании общего конкурса. Соответственно, на журналистике в этом году достаточно много, если я не ошибаюсь, 25 бюджетных мест выделено на бакалавриат. То есть, пожалуйста, подавайте заявление. Успехов вам при сдаче внутренних вступительных. Единственное, обратите внимание, пожалуйста, для абитуриентов, которые поступают на направление телевидения, журналистика, а также всех абитуриентов, которые поступают на основании внутренних вступительных экзаменов, срок подачи заявлений о приеме короче, чем у всех остальных. Вам необходимо подать заявление до 10 июля включительно. Далее, с 12 по 25 июля уже будут проходить, собственно, внутренние вступительные испытания, после которых будет осуществляться процесс зачисления. Вот это вот очень важное замечание. Если бы вы не сказали, мы прямо руку бы подняли для того, чтобы напомнить, что действительно прием документов здесь имеет срок очень короткий. То есть, это вот до 11, да? Ну, 10-го включительно. Ну, 10-го включительно июля. Творческие люди, они творческие уже с детства, как правило, да, и мы часто сталкиваемся, когда, к сожалению, люди срок свой пропускают. И дальше уже не получают права участвовать в дополнительных испытаниях. Бывает очень жаль, но надо успеть как можно быстрее подать документы. Причем, наверное, я должна здесь немножко добавить. Ребята, обратите внимание, не тяните до последнего 10-го июля при подаче ваших документов, потому что технические секретари приемной комиссии при подаче вами заявлений должны полностью проверить корректность заполненной вами анкеты. И в случае, если какие-то документы или данные заполнены некорректно, технические секретари приемной комиссии не смогут принять ваше заявление до устранения замечаний. То есть для того, чтобы себя подстраховать и иметь определенный ресурс времени для того, чтобы эти изменения внести, лучше подавать заявление немножко заранее. Вопрос, который касается оплаты и тоже достаточно популярен. Можно платить за обучение по семестрам, а не сразу за год? Во-первых, в договоре, который вы будете заключать при поступлении на контрактную форму обучения, будет четко прописано, что начиная со второго курса оплата за обучение должна осуществляться двумя частями по семестрам. Первая часть до 1 сентября, вторая часть, соответственно, до 1 февраля. Первый курс обучения, вообще, конечно, ребята должны оплачивать в 100% объеме, но в случае исключительного можно написать заявление на имя ректора и с просьбой предоставления отсрочки. В данном случае, при наличии уважительных причин, можно будет оплачивать частями. Первую часть до момента зачисления, вторую часть не позднее 1 ноября. А еще один вопрос, который, в принципе, достаточно популярен, который касается подачи документов через госуслуги. Как это сделать? И надо ли в таком случае, если подается документ через госуслуги, подавать их еще через сайт университета? Вообще, вот тот самый суперсервис, о котором вы сейчас говорите, это такой пилотный проект, который запустили только-только в этом году. Сейчас его, ну, начали уже достаточно активно с ним работать. Но первое, что я хочу сказать, это то, что дублировать ваше заявление на госуслугах и на нашей социально-образовательной сети не нужно. Ваше заявление, которое вы подаете на госуслугах после проверки, после прохождения проверки, переносится в нашу внутреннюю систему. И для того, чтобы не было задвоения анкет, да, одинаковых, дважды этого делать не стоит. Другое дело, что если вы подаете исключительно в Казанский университет, я думаю, вам целесообразнее не подавать заявление через госуслуги, а подать сразу в нашей внутренней системе. Она более понятна и более отработана на данный момент, чем вот тот самый суперсервис. Да, то есть, наверное, проще так. Какие могут быть исключения для оплаты по семестрам на первом курсе? Ну, вот как исключительные случаи вот эти вот, чтобы не за целый год сразу платить? Ну, это вот... Ну, это, ну, традиционно, ну, какое-то очень тяжелое финансовое положение семьи, да, которое подтверждено какими-то документами, справками, какая-то болезнь, да. Ну, форс-мажор традиционный, да, который случается у многих, к сожалению. Ну, так сказать, что вот у них есть перечень таких ситуаций. Университет всегда идет навстречу, вот, и каждую... Это же не массовое заявление, это всегда очень индивидуально, и индивидуально рассматривает, когда возникает такого рода просьба. Ну, и, как правило, я, насколько знаю, не отказываю. Ну, да, просто это всегда единичный случай, на самом деле, поэтому, ну, говорить о том, что это, ну, как вы говорите, да, на уровне потока, конечно, нет. Да, уважительные причины они всегда могут быть, и, действительно, бывает так, что абитуриент, ну, мы видим, даже, судя по баллам, он достаточно талантливый, да, ну, может быть, чуть-чуть ему не хватило, да, для зачисления на бюджет. И, безусловно, мы в таких ребятах очень заинтересованы. И, безусловно, конечно, причем очень многие из них потом при наличии вакантного места переводятся на бюджет, да, поэтому, ну, мы всегда готовы поддержать ребят, талантливых абитуриентов, поэтому здесь всегда можно найти возможности. Ну, вот что касается переводного бюджета, тоже еще очень часто абитуриенты этим интересуются. Поступаю на контракт. Как потом можно попасть на бюджет? И можно ли? Можно. Законом такое право за вами закреплено, безусловно. Какие должны быть соблюдены условия для перевода с контракта на бюджет? Первое, что вы должны сделать, это отучиться два семестра, то есть закончить первый курс обучения, имея высокие баллы, высокие оценки. Естественно, стройками мы на бюджет переводить не можем. Второе условие – это наличие вакантного бюджетного места на данном направлении подготовки, на данном потоке. То есть, соответственно, если кто-то из вашего потока числяется с бюджета, по итогам летней сессии после первого курса объявляется конкурс по замещению того самого вакантного бюджетного места. И на это место переводятся ребята на основании рейтинга и иных достижений, иных показателей, то есть активное участие в научной деятельности, в общественной деятельности. То есть все эти сопроводительные документы, они всегда прикладываются. Но первое, что мы рассматриваем, это, безусловно, рейтинг, академический я имею в виду, рейтинг студента. А вот есть еще вопросы, которые касаются согласия на зачисление. Когда должно быть предоставлено согласие на зачисление, бывает до последнего дня абитуриенты не могут определиться с ВУЗом. И здесь же вторая позиция. Можно ли сразу подавать свое согласие на зачисление? Ну, первое, сразу подавать согласие на зачисление. Да, можно. После того, как ваше заявление о приеме будет принято нашим техническим секретарем. Далее, в этом году у студентов, у, простите, абитуриентов, есть право трижды подавать согласие о зачисление в рамках поступления. То есть, в случае, если вы подаете сразу, вы увидите потом, что вы не проходите, вы можете его отозвать, подать снова. Видите, что там не можете, соответственно, не проходите там, допустим, на бюджет, вы можете опять его отозвать и подать снова. То есть, три возможности у вас эти присутствуют. Теперь вопрос, до какого числа нужно будет подать согласие о зачисление. Мы сейчас говорим, наверное, о бюджете. В первую очередь, о бюджетной форме категории обучения. Обратите внимание, в этом году у нас будет один приказ о зачислении на бюджет. То есть, никакой первой и второй волны зачисления, как это было традиционно, их не будет. Приказ о зачислении будет выходить 19 августа. При этом, до 4 августа вам необходимо будет подать согласие о зачислении на соответствующее направление подготовки. То есть, в 18.00, 4 августа эта возможность технически у вас будет закрыта. Соответственно, если вы не успеваете куда-то подать заявление о согласии, больше, к сожалению, на бюджет у вас этой возможности не будет. Дальше можно будет рассматривать только заявление, которое вы подали на контрактную форму обучения. А когда поступаешь на заучное отделение, там также имеется определенное количество мест? Да, безусловно. Как бюджетные, так и контрактные. То есть, и еще раз вам говорю, пожалуйста, обратите внимание на официальный сайт университета, на план приема, где указано четко, указано количество бюджетных мест и контрактных мест по каждой конкурсной группе. Соответственно, если мы говорим о направлениях подготовки нашего института, то заочная форма обучения у нас предусмотрена на бакалавриате, да, я имею в виду, по направлениям журналистика и телевидение. И на обоих этих направлениях присутствуют в этом году бюджетные места. На журналистике 25, на телевидении, насколько помню, 27. Точно так же предусмотрен план приема на контракт, но, как вот уже Леонид Григорьевич тоже говорил, да, возможность превысить план приема на контракт при зачислении абитуриентов теоретически у нас имеется. Ну что, большое спасибо за столь подробные ответы. Я напоминаю, что у нас в эфире был Инсталайв с Институтом социально-философских наук и массовой коммуникации Казанского федерального университета. Оставайтесь с нами, впереди еще много-много всего интересного. Инсталайв с Институтом социально-философских наук Институтом социально-философских наук